Просто это не смешно, это надо отвечать, я не знаю, но сделайте что-нибудь. Пока Путин рисует себе на выборах победу с результатом в 90%, как у Ким Чен Ына, его придворным пропагандистам становится все тревожнее и тревожнее от его безумной политики. В своих выступлениях Путин уже совершенно открыто допускает возможность войны с НАТО в ближайшие годы, и такая перспектива Z-патриотов что-то уже совсем не вдохновляет, ведь можно сколько угодно врать про величие России, про вторую армию мира, но сами они в глубине души отлично понимают цену этому вранью, и отлично понимают цену этой армии, которая два года с таким трудом, такими усилиями и такими потерями брала несчастную Авдеевку. И от того, что эта армия может в ближайшее время столкнуться с армиями действительно самых мощных и высокоразвитых государств НАТО, российским пропагандистам что-то уже совсем не весело. Ведущая Первого канала уже просто сама не выдержала той дичи, которую несут ее коллеги, стала возмущенно кричать, что высмеивать лидеров стран Запада это просто глупо, потому что они дают Украине реально эффективное оружие, которое реально работает и реально истребляет российских военных, и это в общем-то совсем не смешно. Видимо, конкретно эта ведущая все-таки помнит 2022 год, когда тоже вот так вот смеялись над Украиной, рассказывали про Киев за три дня, а потом что-то пошло не так. Да, это не смешно. Понятно, если... Он все упоротый, он не дельничает, войска скоро будут вводить, а мы все будем хихикать на ЛБД. Наши дети будут умирать. Ой, Макрон будет вводить войска, наши мальчики будут погибать. Ну слушайте, если вы так переживаете, у меня есть для вас один очень действенный и эффективный рецепт, как сделать так, чтобы ваши мальчики не погибали. Вам достаточно просто оставить Украину в покое, просто выметаетесь из Украины, это же очевидно. Выводите свои войска с территории чужого государства, тогда, соответственно, никто и не будет погибать. Просто это не смешно, это надо отвечать, я не знаю, но сделайте что-нибудь. Ой, уже не смешно? А что ж случилось? Она что, не верит Путину, что спецоперация идет по плану? Ну серьезно, я не пойму, вы же так радовались нападению на Украину, а теперь какие-то истерики в эфирах, что-то не смешно уже им. Это враг сильный, и ничего он не гниет, и ничего он не улучшится. Гниет, грушится, и поэтому так защищается. Они нас добьют. Ты хочешь, так сказать, чего? Я хочу, чтобы мы этого даже Макрона воспринимали очень серьезно. Ну послушай, есть специальные, есть специальные ведомства. Другой ведущий попытался эту истерику прекратить, потому что, ну, начинается же уже какая-то совсем явная крамола. Годами пропаганда рассказывала, какая Россия крутая, как она всех сокрушит, как она дойдет до Берлина, как она может повторить, и тут вдруг выясняется, что что-то уже никому не смешно. Но, оказывается, Запад, над которым они насмехались все время, он-то силен, у него очень серьезное современное оружие. На Западе Путина никто не боится, и ситуация складывается для России совершенно какая-то безрадостная. Тревожно и на других российских государственных каналах. Это уже такой прямо тренд на российском государственном телевидении. Вот, например, на НТВ, в студии тоже признают, что в результате вступления в Швецию, в НАТО, которое, как мы знаем, произошло в результате гениальных многоходовочек Путина, Балтийское море оказывается фактически заблокированным для России, и это создает реальные трудности и реальные риски для Калининградской области. Они нам будут перекрывать акваторию доступа к нашим портам. Они сейчас последовательно будут блокировать Калининград, делать это точкой размена с нами, завязывать этот узел там и говорить о том, русские, Калининград заблокировали в Западе. Хорошо, а какой тут может быть? Или что-то там отступите. А какой тут может быть размен? Все, заканчиваете спецоперацию на Украине, иначе мы вам... Там вариантов на самом деле много, многосторонние форматы, нам могут подвесить что угодно, и не только Украину. Значит, тогда у них классно Путин расширение НАТО сдержал, да? Гениально геополитик. И как он на выборах только 88% получил? За такие гениальные многоходовочки там все 99% должны были быть. До 2022 года ни Финляндия, ни Швеция даже не помышляли ни о каком вступлении в НАТО. Это были нейтральные государства, причем Швеция вообще почти 200 лет. С 19 века сохраняла нейтралитет, но Путин добился, Путин загнал их в НАТО. До 2022 года у России вообще не было никаких проблем с передвижением по Балтийскому морю. Было свободное судоходство, свободное авиасообщение, они строили даже газопровод. В результате Путин теперь имеет, значит, руины Маринки, Авдеевки, Солидара, Бахмута. Своей земли мало, да? Захватил еще разрушенные, абсолютно уничтоженные украинские города без людей. Зато разрушил все, что создавалось годами. Всю систему, все эти трубопроводы теперь взорваны, да? У России заблокировано Балтийское море, газопроводов нет. И реально впервые за долгие годы существует настоящая негипотетическая возможность конфликта с НАТО, потому что Россия оказалась в Балтийском море просто в блокаде. И все это абсолютно на ровном месте. То есть просто вот без какой-либо причины. Просто потому что деду ударила в голову какая-то моча. Он решил развязать войну. Никто не понимает, ради чего она идет. Два года никто не может ничего сформулировать. Тупо вот мясорубка ради мясорубки. Все какие-то перспективы России, ее проекты, планы, все разрушено. И вот к чему пришли. Причем, что характерно, обратите внимание, что даже вот эти придворные пропагандисты, они понимают, что Путин безумен. То есть они открыто говорят о том, что его действия приводят к тому, что ситуация для России ухудшается. То есть политика Путина России вредит, потому что повсюду создаются какие-то угрозы конфликта. Они уже кричат, ой, как же так получилось, нам уже не смешно, сделайте что-то. То есть они понимают, что происходит. Но, понимая это, они абсолютно не пытаются протестовать против происходящего, не пытаются высказывать какое-то несогласие, а продолжают спокойно наблюдать за тем, как Путин лишает всяких перспектив и всякого будущего их самих, их детей и их страну. Подписывайтесь на канал, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok